Всем привет! Меня зовут Арсений, вы на канале Капмайнер. Сегодня у нас на обзоре самый продаваемый аппарат этого халвинга Antminer T21 на 192 хэш. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня мы разберем не только сам аппарат, но и прошивки для этого аппарата. Мы поставим стоковую прошивку старую, стоковую прошивку новую, прошивку в ниш, прошивку no-name без DeFi и капмайнеровскую прошивку с мониторингом и автопилотом. Также бонусом покажем, как заменяется термопаста на данном аппарате. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Еще раз, если вы до этого не успели устроиться, мы начинаем. Итак, многие из вас уже прекрасно знают, как разбирается данный аппарат. Уже вышло большое количество видео с обзором именно T21. Но если вы, так же как и я, недавно в этой теме, то welcome. Давайте с вами вместе разберем этот аппарат. Я буквально, меня научили пацаны. Большое спасибо Илье. Он красавчик, он меня научил. Итак, для начала, что нам нужно? Вот здесь есть некоторый болт. Мы его откручиваем, но не до конца, чтобы его не потерять, потому что он маленький. Не до конца, но получилось, что до конца. Ставим его здесь. Нажимаем на кнопочку и открываем. Снимаем крышку. Здесь у нас контрольная плата управления, подключены кулера, шлейф к платам. Что мы делаем дальше? Нам нужно открутить вентилятор, открутить кулер. Откручиваем кулер. Тут всего 4 болта. Делается все это очень просто. Раз, раз, два, три, четыре, четыре. Все, кулер можно положить сверху. Теперь наша задача достать плату. Самые платы, они вот здесь располагаются. Для этого откручиваем еще болты. Все делается очень просто, очень быстро. Когда руку набить? Я первый раз в парад разбирал минут 20. Так, опасно делать, потому что их можно потерять. Ладно, давайте заставим сначала одну плату. Нам теперь нужно открутить шлейф. Который подсоединен к плате управления. И вот, собственно, вот так вот выглядит у нас плата. Плата у нас алюминиевая. Сплошные радиаторы. Теперь, что нам нужно? Нам нужно раскрутить радиаторы, снять. И именно под ними хранится магия. Под ними творится чудеса, под ними располагаются чипы. Мы их разбираем и дальше будем зачищать. Ну что, мы сняли радиатор. Радиатор. Металлический коньяк, который сверху, это радиатор. Мы сняли радиатор. Вот так выглядит плата в разобранном виде. Здесь, как мы видим, заводская синяя термопаста. С двух сторон она. И теперь нам нужно ее зачистить. Мы для зачистки будем использовать такой шпатель на обратной стороне. Здесь радиаторы. Здесь пройдем со шпателем. А здесь аккуратно, без усилий, мы пройдемся щеточкой, чтобы сбить старую термопасту. И потом уже будем ее наносить. Термопасту мы будем наносить на радиаторы непосредственно. Итак, мы уже зачистили одну сторону. Здесь прикладываются радиаторы. Здесь важно очень аккуратно, очень деликантно, без особых усилий зачистить чипы, чтобы их не повредить. Можно продуть сначала. Аккуратно, опять же. Чтобы удалить остатки пыли и прочего. Позже, после зачистки, тоже лучше продуть ее. Так, чтобы не занимать эфирное время, сейчас за кадром я ее почищу и покажу вам результат. Вот так у нас выглядит чип-плата после очистки. Мы очистили чипы, сейчас продуем их и будем приступать к замене термопасты. Сейчас продуем их, чтобы сдуть лишнее. Плата у нас зачищена, полностью готова к замене термопасты. Сейчас я вам расскажу, есть два варианта, как это сделать. Один попроще, второй посложнее. Что, первый вариант. Это мы берем вот такой вот шприц, наполняем его, обычный самый дефолтный шприц, наполняем его термопастой и вручную на каждый чип добавляем термопасту. Плюс на каждый радиатор с задней стороны также мы добавляем термопасту. Или второй вариант, который мне нравится больше. Потому что поначалу я делал вручную, потом мне сказали, что существует вот такая вот вещь. Это трафарет от S21 аппарата. Расположение чипов одинаковое. Что на T21, что на S21. Мы берем трафарет, прикладываем сюда радиатор. И очень удобно, большим шпателем мы разравниваем термопасту. Удобно, быстро, экономично, практично, отлично. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, если кто не знал, у нас есть сервис, у нас есть свой ремонт, где наши мастера, наши прекрасные мастера могут заменить вам термопасту. Они вообще кудесники, кулибины, могут заменить все, что угодно. Поэтому, в первую очередь, обращайтесь к профессионалам. А потом уже можете обзаводиться трафаретами и менять самостоятельно. Как мы видим, радиатор у нас тоже в термопасте. Его мы тоже щеточкой зачищаем. Аккуратненько. Здесь уже можно чуть-чуть посильнее надавливать. Но тоже лучше не перестараться. Зачищаем. Вот так у нас выглядит зачищенный радиатор. Мы берем трафарет. Прикладываем его. И у нас она вплотную прилегает. Сюда добавляем термопасту. Смазываем. И все у нас готово. И дальше можно собирать плату в обратном порядке. Собственно, на этом процесс замены термопасты завершен. Вуаля! Достаточно просто и быстро все это делается. И надевайте перчатки, потому что очень пачкаются ручки. Ну что, осталось повторить это действие трижды для каждой платы. Весь процесс на одну плату у меня ушло не больше тридцати минут. Теперь вы знаете, как можно поменять термопасту. Ну, а мы, я соберусь с аппарат, и переходим в нашу тестовую. Переходим к обзору наших прошивок. То, ради чего мы, собственно, здесь и собрались. Итак, мы переместились уже в нашу тестовую. Запустили наш аппарат. И давайте коротко пройдемся по его основным характеристикам. Работает он на моем любимом алгоритме Ша-256. Заявленное потребление 3610 ватт, 190 тарахэш и энергоэффективность 19 джоулин тарахэш. Мы запустили его в стоковой прошивке. Мы будем замерять время, за сколько аппараты выходят на нужный хешрейт. И мы запустили, меньше минуты он уже вышел на хешрейт 195 тарахэш. То есть он отработал у нас 4 минуты. За минуту он вышел на свой нужный хешрейт. И сейчас хешрейт составляет 195 тарахэш. На стоковой прошивке он потребляет 3626 ватт. Вышел он на хешрейт 194 и энергоэффективность 186 джоулин тарахэш. У него на этой стандартной прошивке есть хэм-режим. Мы сейчас запустим хэм-режим, посмотрим, на сколько он выйдет и за сколько он выйдет. Не переключайтесь. Ну что, в хэм-режиме он отработал у нас примерно 10 минут. За 5 минут он вышел на хешрейт 240 и средний хешрейт у него 237. Как вы можете заметить, в хэм-режиме он работает достаточно громче. Аппарат имеет потребление 4998 ватт. В хэм-режиме наш аппарат. Аппарат имеет 4998 ватт. Он вышел на хешрейт 234 и его энергопотребление 21,1 джоулин тарахэш. Я думаю, нет смысла нам дальше проверять. Сейчас мы ставим последнюю заводскую стоковую прошивку. Говорят, они пофиксили бак с перегревом. Так это или нет, давайте разбираться вместе. Также практика показывает, что на новой стоковой прошивке аппараты выходят достаточно долго. Порядка 30-40, может быть 60 минут. Мы оставляем аппарат, засекаем время и проверяем, за столько же он выйдет на самом деле. Ну что, наш аппарат час отработал. И только спустя час он смог выйти на хешрейт в 190. Мы поставили новую прошивку, последнюю прошивку, официальную от Bitmain. Как я и говорил, час он у нас отработал. И только спустя час он вышел у нас на хешрейт в 190. Действительно, они устранили проблему с перегревом. Каким образом? Они убрали хэм-режим. То есть теперь аппарат работает только в одном режиме. Но зато не перегревается. И очень долго выходит. Ну что, мы ставим прошивку в ниш. Засекаем время, проверяем и возвращаемся к вам. На прошивке в ниш наш аппарат отработал примерно 20 минут. Он вышел на хешрейт 194. И его потребление составило 4284 ватта. Энергоэффективность в данном режиме 19,7 джоулин и таракэш. Мы сейчас повышаем его во внише, повышаем его до приближенных показателей к хэму. Проверяем, замеряем потребление. И засекаем, за сколько он выйдет. На стоковой внишевской прошивке он вышел примерно минут 15-20. Переключаем режимы, засекаем и возвращаемся к вам. На раздогнанном режиме он у нас вышел буквально за 6 минут. Хешрейт 234. Потребление 4956. Энергоэффективность в этом режиме составила 21,7. Точно так же, как и на обычном режиме. Сейчас мы перешиваем его на прошивку на нашу. Смотрим, замеряем показатели. Также протестируем его в стандартном режиме и в хай-режиме. Не переключайтесь. Сколько я сказал? На нашей прошивке у него потребление 3806 ватт. Вышел он на хешрейт 204. И энергоэффективность 18,6 джоулей на тарахэш. Повышаем показатели. Переводим его к режиму хай. Замеряем и переходим в последние наши прошивки. На нашей прошивке он отработал буквально, наверное, час, может быть, чуть больше. Мы разогнали его до 234 тарахэш. И потребление у него 4426 вольт. А энергоэффективность 18,9 джоулей на тарахэш. Мы ставим нашу последнюю прошивку. Это займет какое-то время. И буквально через... Для вас несколько минут пройдет. И мы вернемся к вам с итогами. Подведем... Сделаем итоговую таблицу и покажем все результаты. На прошивке NoName без Deppy аппарат вышел на хешрейт 191 примерно за пару минут. Потребление данного аппарата на этой прошивке 3341. Хешрейт 191. Энергоэффективность данного аппарата в этом режиме на этой прошивке 17,4 джоулей на тарахэш. Сейчас мы выведем этот аппарат на режим, приближенный к Хэму на 235 тарахэш. И посмотрим, какие результаты он нам покажет. Аппарат достаточно быстро вышел у нас на хешрейт 233. Его потребление 4408 ватт. А энергоэффективность 19 джоулей на тарахэш. В обзоре все прошивки для майнинговых аппаратов протестированы на одном устройстве. Для исключения факторов аппаратуры. Стоковая прошивка Bitmain показала 194 тарахэш и потребление 3626 ватт. А с разгоном 234 тарахэш и 4998 ватт. Она служит эталоном для сравнения. Обновленная версия улучшила температурные показатели, но увеличила потребление и обороты кулеров. А также убрали режим Хэм. Прошивка от Snish показала аналогичные хешрейты с большим потреблением, но стоит отметить, что на другом аппарате с измененными настройками она может дать хорошие показатели. Но готовые пресеты отработали не очень хорошо. Партнерская капмайнерская прошивка продемонстрировала максимальные показатели хешрейта в стоке. А именно 204 тарахэш и хорошую энергоэффективность. Зайдем немного вперед и скажем, что на разгоне она показала лучшие показатели. А также очень удобное удаленное управление и удобный интерфейс для настройки айсика. Но наим прошивка эффективно показала себя по потреблению в стоке. Также произошел эффект даунвольта. Огромный минус в прошивке, что нет гибкой настройки пресета и может быть сильный разброс характеристик на других аппаратах. Более тонкая настройка показателей возможна только вручную. Что хочется сказать в заключении. Мы рекомендуем менять термоинтерфейс для достижения лучших результатов при разгоне. В целом каждая прошивка может показать себя эффективно, если она правильно настроена. Безусловно, выбор прошивки остается только за вами. Если вас заинтересовала какая-либо прошивка или остались вопросы, вы всегда можете написать нашим менеджерам. Наши контакты вы сможете найти в описании под видео. Спасибо большое вам за просмотр. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. У нас выходят актуальные новости. Там же мы выкладываем прайс. И там же вы можете связаться с нами для покупки вашего первого или тысячного майнинг-оборудования. Ну что, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok